так добрый вечер дорогие друзья сегодня я решил сделать маленький видосик про один пассаж место который мне очень нравится в париже это пассаж vivienne пассажа парижа около 20 но вот этот именно один из самых красивых находимся мы в центре парижа рядом находится лувр тут совсем рядом также полуяль шатле и площадь побед данный пассаж 176 метров в длину в форме буквы л латинский буквы и получил свое название просто потому что рядом проходит одноименная улица так что давайте посмотрим так начнем мы пожалуй с главного входа тут можно увидеть каждой стороны пассажа ресторан галереи bistro vivienne простите очень красивый ресторан с декором 19 века также вот можно увидеть наверху две женские кариаде на самом деле это занес это дата строения здания посаживал посторонно много раньше закрывается до 830 заметьте также прекрасно вот эти стрелки которые как бы намечают вот сделанное железо в то время было очень модно сделать это фигуры скованного железа в париже много вот таких балконов тоже сделано тут кстати тоже есть список заведений которые тут находятся их как бы 34 но раньше могло начать от целых 80 но с тех со временем их некоторые объединили так вот главный вход заметьте сразу этот пассаж был сделал так чтобы напоминать атрибуты торговли вот сверху можно видеть греческие статуи замечательный потолок вот это этот bistro визион вот на полу мозаика сейчас про нее чуть-чуть расскажу очень очень красиво уже самого начала начинается так обратите внимание на пол он выложен из мозаики так называемый неопомпейском стиле вот тут можно увидеть название артиста фаршина я на доминико кстати в то время это был очень знаменитый мозаиста так просили мозаиста называет людей которые делали мозаику его работы можно видеть по всему парижу ну например делала мозаику для опера гарни и пяти поле а также знаменитую вывеску принта на сделаны из его мозаики так также посмотрите сверху вот тут видно разные атрибуты тут букет цветов улени весы а с этой стороны мира с другой стороны в кадуце я к этому вернусь петух якорь и рук изобилия все это напоминает атрибуты именно торговли который в основном связано с богом гермесом я к этому вернусь и сверху огромный очень красивый витраж люстры кстати тоже очень красиво работают так а вот с этой стороны находится ресторан и погреб ле гран заедине существует 1880 года очень историческое место так так как один из сыновей основателей винного дома был один из первых который вместо того чтобы покупать вино у перекупщиков сам ездил по франции и пробовал разные вины потом их уже сам продавал сейчас погребе можно увидеть около 100 тысяч бутылок из 350 разных производителей вот смотрите какие размеры бутылок тут тут очень часто проходит съемка вот тут ребята снимает в доме 13 жил знаменитый детектив видок вот снова вот эти греческие атрибуты и тут есть жилые помещения тут живут люди вот почему кстати пассаж открывается 830 и много бутиков модных но имя этого мозаиста и вот адрес где он работал 2 бисер и юлюжом кстати в этом центральном хоре раньше была статуя бога гермеса и к сожалению она была разрушена и убрали вот видите как замечательно сам пассаж был открыт в 1826 году так что москорой исполняется уже 200 лет его построили на деньги президенты нотариальной комнаты парижа который хотел сделать тот самый красивый пассаж париж для материалов используемые на вшество в то время стекло и железо тем более проект очень хорошая идея так как в то время прям рядом находились бутики поляр-вояль куда собиралось очень много народа более того в те времена пассажи как раз появлялись как коммерческие новые инсталляции которые имели преимущество того что они находились вдали от шума и грязи улицы изначально проект был очень ретабельным так как владелец все это построил чтобы сдавать коммерсантам но со временем этот квартал порога погрозился тихонько в унынию так как новые власти пытались бороться с проституцией которая рядом находилась а также с азартными играми более того король потом перенесет свою резиденцию подальше чтобы сильно конечно пойдет по привлекательностью место ко всему этому стоит добавить что когда париж будет сильно изменен во время османских работ этот квартал станет еще менее привлекательным да и наконец пассажи будут страдать от жестокой конкуренции универмагов которые тогда будут открываться например как принтан или галерейла файет в 1870 году дождь владельца даст галерею в попечительство французской академии в которой находится кстати до сих пор несколько раз за свою историю этот пассаж чуть не закрылся когда посетители ходили в другие места и соответственно прибыль падала в 1960-х после долгое время закрытия начнутся работы и реставрации во время в которой упадет купол с крыши но благодаря приходу некоторых известных личностей индустрии моды таких как кензу или жан-поль гате галереи вивьев снова станет в моде сейчас является реально самым крутым пассажем и тут проходит очень-очень много съемок постоянно да мозаика кстати отличного работы декорация кариатиды с греческими богами это замечательный витраж сверху вот тут один выход и ресторанчик тут находится вот две пожимающиеся руки признак хорошей сделки а тут ульи вот сверху весы вот все это атрибутика хорошего бизнеса хорошего коммерция и гермеса гермес тут как бы является богом покровителя так мозаика вообще прекрасно кстати я думал он я думаю она была отреставрирована она отлично просто сделана и кстати вот тут написано что этот пассаж вивьен говори вивьен побратим с королевскими галереи сент-хюберта которые находятся в бельгии брюсселя ну и вот дата а а а а а а ребята обратите внимание на вот этот символ который вот присутствует в галерее заметьте тут несколько разных символов посередине то что называется кадуцей это жезл в виде двух закручивающих между собой змеи это атрибут гермеса его иногда часто спутаются с атрибутом аптекарев но это разное по легенде как-то раз гермес гулял по улице и увидел как два змеи дерутся между собой ну так как часто бывает когда двадцамца борются и когда они борются то они пытаются закрутиться друг вокруг другу чтобы опустить тело противника до земли в общем когда он это видит то гермес берет свою палку и бросает ее между ними и они закручиваются вокруг нее и перестает драться ну это как бы символ выгоды торговли на двойной снизу от кадуцей можно увидеть якорь видите снизу якорь ну тоже символ морской торговли а по сторонам есть рога изобилия видите вот два рога которые наполнены ну изобильными продуктами ну это в общем это это тоже символ успешной торговли рога кстати можно часто увидеть на гербов разных регионов или городов ну например в россии это будет улан-удэ есть город харьков новая лагога на гербе министерская экономика российской федерации а также на гербах колумбии перу и панама если вы знаете тоже на каких гербах они могут быть то пишите в комментарии будет интересно так вот тут на полу можно увидеть в мозаике тоже название заведения которое тут раньше было ну мезон я так предполагаю салай инженер аптекарь в общем так и вот эта замечательная галерея ну сейчас ее развесили гирляндами к рождеству вот тут мозаика везде очень красиво видите номера тоже одно маленький ресторанчик нет это реально один из самых красивых пассажей в Париже смотрите какие тут интересные часы там написано дата 1795 что кстати еще до того как была построена эта галерея ну и часы держат два гения так вот тут на углу находится книжная либрерия с жусом очень старая книжная которая находится тут с самого создания пассажа тут можно найти очень много книг с 19-го с 20-го века и даже аж говорят что тут с 17-го века продается антиквариат вот очень красиво ах здесь это маринеток и вот книжная и вот книжная ох и и и вот тут маленький такой плитка который напоминает историю все это галереи ходим тут тоже еще один ресторанчик а вот смотрите а тут магазин детских игрушек его фишка что тут практически все сделано ну без без электричества ну многие чего из дерева и мало чего и мало чего из китая обычно ручное производство вот еще один магазин с антиквариатами от старой карты так вот все это уже выход вот посередине можно увидеть бога гермеса который держит свой кодут своего на руке и деньги в другой с левой стороны весы и с правой стороны пожимающие две пожимающие руки от символа выгодной сделки сверху греческие статы но и название галереи вивьен который кстати тоже написано мозаики вот на полу вот так что все ребята это был пассаж вивьен очень красивый пассаж лично это мой самый любимый пассаж в париже так что давайте я думаю следующее видео в какой-нибудь другой пассаж пойдем